Наша глава особенная Эта особенность заключается в том, что она самая насыщенная не только по объему, но она также насыщена и по количеству заповедей, которые находятся в ней Ну давайте, предположите, сколько заповедей в нашей главе? Наука? 50 50 Еще варианты? Если была глава до этого, в которой было, по-моему, 63 или 61 заповедь, это самая большая глава по количеству заповедей, я думаю, что она В нашей недельной главе содержится 71 заповедь Это самая насыщенная глава по заповедям А, я ее имел уже И понятное дело, что все мы обхватить не сумеем Здесь очень много разных интересных моментов, совершенно разных по своему содержанию Да, какие-то из них, они более социальные, какие-то более связанные со спектом наших отношений с Богом Ну вот, как пример таких заповедей, которые Давайте так У нас в главе есть очень интересные заповеди, с которыми мы сталкиваемся очень часто Ежедневно, иногда реже по жизни, но мы никогда бы не обратили внимания И не задумались, что мы сейчас исполняем заповедь Один из ярких таких примеров В нашей главе говорится, что нельзя Нельзя оставлять свой построенный дом Без ограды на крыше Отдельная заповедь истории Нужно делать ограду на крыше Почему? В чем причина? Причина очень простая, совершенно логичная Чтобы человек не упал и не разбился То есть мы со своей стороны должны делать все, чтобы подстраховаться Для того, чтобы наша жизнь была в безопасности Пристегивая ремень безопасности Подкачивая воздух в колесах Соблюдая все рамки, все меры предосторожности На самом деле это не менее важная тема, чем просто соблюдение заповедей Почему? Потому что Тора, она очень беспокоится за нашу личную жизнь И есть, например, другая заповедь, которая говорит о том, что нельзя притеснять египтян Почему это так? В чем смысл этой заповеди? Давайте вспомним за историю, сколько нам египтяне всего сделали Такого неприятного А нам нельзя их никак, даже подколоть их никак нельзя В чем причина? А причина, говорит Саматор Нужно помнить то гостеприимство, которое оказал нам Египет Когда были годы голода Когда евреи пришли малочисленным количеством 70 душ Пришли в Египет Египет их принял, накормил, дал им землю И мы должны быть благодарны к людям за то, что они нам делают Это основной посыл этой заповеди Но это такие заповеди, которые мы повседневно делаем И мы даже не часто задумываемся о том, что мы сейчас совершаем заповедь Думая о своей безопасности Или думая о том, что нужно быть благодарным по отношению к другим людям Но есть у нас в главе несколько заповедей Которые противоположны этому Они такие прям заповеди, заповеди В плане того, что они сеяны тобой И урожай виноградника станет запрещенным В чем заключается запрет? Чтобы засевать виноградник только одним сортом Нельзя в винограднике сеять другие сорта Другие виды Смешение Следующий запрет Не паши на быке и осле, запрягая их в плуг вместе Запрет номер два Не носи одежду соском из двух разных видов нити Шерсти и льна Теперь, здесь у нас приводится три запрета, которые нам дает тот Эти три запрета У них есть нечто общее Что это общее? Смешение Соединение двух разных вещей Причем не совершенно разных, а конкретно прописанных тоже И как раз такая вещь, она будет напрямую запрещена тут Что самое интересное? Интересно то, что сами по себе эти вещи Они совершенно легитимны Ни одна из них не запрещена Можно пахать быком Можно пахать ослом Вместе нельзя Можно отдельно засеивать виноград Можно отдельно засеивать другие Другие зерна, другие семейства Можно носить шерстяную одежду Можно носить льеную одежду Но нельзя носить одежду, в которой соткан шерсть и льна Теперь Если мы пытаемся найти какую-то логику в этих вещах То она крайне далека, по крайней мере, на первый взгляд Если эти две вещи, они в порядке И каждая из них, она легитимна Почему при их соединении у нас возникнет проблема? И эти заповеди, они входят в раздел Заповеди, в которых мы уже обсуждали О том, что все наши заповеди делятся глобально на три группы Первая группа Это какие заповеди? Заповеди, которые, в принципе, мы бы и сами до них дошли Да, почитается и мать, не убивают И так далее Да, заповеди рациональные Есть вторая группа заповедей Это заповеди, которые в память о событиях Да, идут Свидетельства Почему мы кушаем отцу в Песах Это свидетельство о исходе из Египта Почему мы сидим в шалаше Почему мы отмечаем те или иные праздники В память о том, что было с нашими праздниками Есть третья группа заповедей Которая называется Хуки Это заповеди, в которых Как мы уже до этого обсуждали про красную корову Если кто здесь присутствовал на занятии Да, можно с двух сторон подойти Это или заповеди, у которых есть смысл, но он нам не дан Или же это заповеди, в которых просто отсутствует какая-либо рациональ И если мы посмотрим на наши вот эти вот три запрета Которые мы сейчас упомянули в главе То напрашивается по логике Еще один запрет в это семейство запрета Еще один запрет из Торы, который нам известен Что это за запрет? Не смешивать молочное с мясом Тоже есть у нас две вещи Молоко кошерно Молоко можно кушать? Можно Мясо кошерно Мясо можно кушать А вместе нельзя У нас есть две легитимные вещи Эти вещи могут быть самым высоким кашрутом Но соединит их вместе Они уже становятся запрещены Знаете, есть такой анекдот Еврей очень рано вышел из дома Спешил куда-то там в далекую поездку Опаздывал уже, ему предстояло долгий путь И он выбежал из дома Не успел позавтракать Сел за руль Едет по скоростной трассе Ну, время уже Время уже не ранее Он уже проехал несколько часов А в животе-то начинает уже урчать Да? Кушать-то хочется А он себе даже бутерброды не взял Ничего у него нет И он проезжает, видит заправки там С Макдональдсами Он видит там какие-то кафешки стоят Шашлыки продают Он видит там всякие магазинчики Где можно купить выпечку, кофе попить Это все не кошерно И он едет Это все мелькает у него перед глазами А кушать-то хочется? Проходит один час, второй, третий Он уже пытается себя как-то держать Держать себя в руках Он там включил радио, послушал, чтобы отвлечься У него там был какой-то диск С уроками понедельным главом Он его включил Пытался как-то отвлечься от этого голода Но, ну, сколько можно отвлекаться Да? Как говорится Не тетка, да? И тут он настолько уже был голодным Что он решает, что все, я Дальше я терпеть не могу Надо что-то скушать Иначе просто Я потеряю сознание Мне будет плохо И он останавливается У какой-то забегаловки Придорожной Заходит Берет там Берет гамбургер Заказывает Стоит в очереди Ждет, когда начнет гамбургер Готовится И вдруг на улице Поднимается сильнейший ветер Ветер выдергивает Ветер выдергивает деревья с корнями Громы, молнии, ливень Какой-то, знаете, в считанную секунду Начинается какой-то страх на улице Он такой Боже, боже Ну, как бы кушать нельзя Варить нельзя Ну что, и заказать уже нельзя Одна из основных Таких заповедей Которые у нас есть В рейском народе Которые мы говорили О вот этих двух составляющих Которые сама по себе Каждая из них Она в порядке Но при этом При соединении Она будет проблемной Эта заповедь Точнее запрет На то, что нельзя Вместе смешивать Молочное смесь Мы об этом читали в Торе Еще до этого Это не в нашей Одиндельной главе Но я возьму эту заповедь Как некий триггер Как некое вступление К нашей теме О двух составляющих Вместе В Торе Запрет о том Что нельзя Смешивать молочное с мясным Он уникален тем Что он в Торе Упоминается три раза Самое интересное У нас есть другие заповеди Которые повторяются в Торе Но самое интересное Что этот запрет Повторяется в Торе Три раза Слово в слово Другие заповеди у нас будут Например Про Тфилин в Торе Написано четыре раза Но каждая формулировка В Тфилине Она идет В другой стилистике По другому построено Предложение Посыл один А предложение разное Здесь же у нас Один в один Три раза повторяется Один и тот же запрет Слово в слово Это одна из уникальнейших вещей Почему Богу надо нам Три раза повторять Одно и то же И глобально В общем непонятная тема Вот эта заповедь Запрета молочного Запрета молочного С мясным Она является Вот как флаг От таких заповедей Которые нерациональны Они непонятны Да На сегодняшний день Есть много ученых Разных Псевдо ученых Я не знаю Как их называть Которые пытаются Объяснить о том Что да И правда Кушать молочное С мясным Не полезно И это там Влияет на пищеварение И так далее Но Бог не поэтому Нам запретил Кушать мясное С молочным В чем причина Есть причина Сейчас мы дойдем Ближе даже К формулировке И она интересна В общем Запрет на мясное С молочным Это один из самых Странных законов Которые у нас Есть в Торе Окей Ход мысли Интересный Мы его затронем Мы его затронем Я никогда не думал Прям в таком направлении Но суть Она да Похожа В общем Глобально На самом деле Тот вопрос Который у нас Поднимается сегодня Это в чем Проблема Смешивания Двух видов Которые Сами по себе Они в порядке Сами по себе Они кошерные Приемлемые Хорошие Но при этом При смешивании Они становятся Проблематичными Почему Тора Так негативно Относится Именно к этим Смесям Именно к этим Соединениям Один из комментаторов Торы Рабейну Бухави Он объясняет Наши три запрета Которые здесь Упоминаются Интересным образом Давайте еще раз Проанализируем По порядку Давайте Своими словами Три запрета Что нам запрещено Смешивать Первое Сорта винограда Первое Растительное Второе Животное Животное И третье Одежда Мы уже говорили Несколько раз О том Что все наше Мироздание Оно имеет Некую Ступенчатую Ступенчатую Концепцию Самое низкое В нашем Мироздании Это что? Это неживая Природа В данном случае Из наших запретов Что подпадает Под неживую Природу Одежда Материя Да материя Дальше На дне идет Растительный мир Растительный мир Вот пожалуйста История с виноградником И третий уровень Животное Да то есть На самом деле Здесь эти три Запрета Они пронизывают Всю общую Концепцию Мироздания Но вопрос Остается вопрос Почему С точки зрения Торы Это так негативно? Окей? На этот вопрос Мы постараемся Сегодня Как минимум Частично ответить Давайте сначала Начнем К шахту Самого буквального Восприятия Торы Когда мы будем Объяснять Классических комментаторов Приводить Классических комментаторов И потихонечку Разбираться В чем же Сути Тех или иных Запретов За основу Возьмем Все же Наше Мясное смолочное Есть интересный Медраж Медраж Посвящен Как раз Нашему запрету Смешивать Мясное смолочное Говорит Этот медраж Что Этот запрет Он является Таким вот Камнем Предстановения Является предметом Насмешечества Над евреями То есть Все народы мира Смеются над евреями Вообще Из-за того Что у них Странный образ жизни Но если еще Какие-то вещи Их можно понять То когда Мы говорим о том Что бутерброд Съесть нельзя С сыром Колбасой Это совсем Абсурдно звучит То есть Этот запрет Он является Таким вот Детальной причиной Темой Того Что над еврейским народом Отсмехают И как объясняет Медраж дальше Что На самом деле Как раз Этот запрет Это и есть Тот краеугольный камень Та проверка Которая может быть У еврея Ну например Возьмем Другие заповеди Шаббат Человек приходит На работу У него есть там Коллеги Разных национальностей Он соблюдает Шаббат А они Ну у них нет Шаббата Что происходит Дальше Что этот человек Будет делать Человеку может Рассказывать Насколько Шаббат Это классно Как у него Хорошо проходит Семейная Обстановка Шаббат Насколько у него Получается Много внимания Уделять детям Что они Вообще Не понимают Как они живут Без того Чтобы Выделить Один день Для полной Релаксации Шаббат Можно объяснить Несмотря на то Что это заповедь Можно объяснить Чем он Приятен Полезен Выгоден Да Что особенного Шаббата Теперь Когда его Все сотрудники Зовут Вместе с ними Пойти Пообедать Что он Им говорит Не Вот Такой я кушать Не могу Да Здесь Молочное С мясным Это даже звучит Немножко абсурдно Да Типа Где логика А нет Логики И вот Эта Особенность Этого запрета На самом деле Есть Та проверка На стойкость Еврея Когда еврей Когда еврей Просто Говорит О том Что я Не кушаю Молочное С мясным Мясным Не потому Что это Вредно Не потому Что там Еще Какие-то Причина Можно Придумать Мне Так Сказал Бог Именно Такие Заповеди Они являются Ярким Примером То же самое Можно сказать Про свинину Да Чем Плоха Свинья О Начнут Рассказывать О том Что грязное Мясо Там Еще Чем-то Сегодня Есть Чистенькие Поросята Я уверен На 100% С которыми Никаких проблем Нет И У них Хорошее Мясо Охолис Вот Они Точно Не хуже Чем Сосиски Которые Продаются В магазине Да Ну что Почему Мы не едим Именно Свинины Бог Сказал Не кушать Свинью Нету Нету Этого Сопровождающего Объяснения Это заповеди Про которые Просто Так сказал И На самом деле Это не только Коллеги На работе Или какая-то Окружающая среда Для человека Который начинает Ити Путем Исполнения Заповедей Путем Бога Внутри Те же самые Процессы Происходят Я понимаю Социальные Заповеди Которые Связаны Как-то С общением С друзьями С близкими С окружающей Средой Заповедью Которых Есть Какой-то Предпосыл Или Какая-то Глубокая Идея А тут Это заповедью Которой Ни идеи Ни предпосылы Ничего Просто Так 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 Сказал Бог Это Самые Конфликтные Внутри Моменты Да Потому что Мы Люди Нам Свойственно Перед тем Как что-то Делать Думать Ну По крайней мере Части Будем Надеяться Что Всем И Человек Мыслящий Нам Несвойственно Делать Вещи Которые Мы Не Понимаем Это Проблематика Которая Есть у Каждого Внутри И Это Есть Та Проверка Которая Происходит У Каждого И Это То Что Говорит Медраж Что Когда Человек Может Просто Гордо Сказать Я Не Кушаю Свинью Я Не Кушаю Бутерброды Почему Потому что Мне Это Запретил Бог Это Слова Медраж И То же Самое С Нашими Запретами Нет Этот Костюм Я Надеть Не Могу Почему Потому что В составе Шерсть Илен Ну Каким Идиотом Должен Показаться В глазах Продавца После Такого Заявления Я Понимаю Люди Которые Не Носят Чисто Шерстяные Костюмы Потому что Они Быстро Портятся Или Там Люди Которые Любят Наоборот Легкие Костюмы Поэтому Шерсть Им Жак Но Шерсть Илен Вместе В чем Проблематика Да Ни в чем Нет Проблематики Никакой Да Более того Ну Вообще Техническая Такая Технический Посыл Этой Заповеди Что Не посыл А На практике Шерсть Илен Бывают Только В дорогих Костюмах В дешевых Костюмах Чаще всего Этого Не будет Поэтому Если Покупаешь Костюмчики Попроще То Техническая 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 Костюмах Абсурдно Мне от базы До дома Было ехать Четыре часа Никуда Домой Я бы не доехал Но если Дурак На базе Оставаться Я К друзьям Поехал Которые Жили Там В двух Часах От этого Место На шаббат Это шаббат А у меня Только форма Не буду Как непонятно Кто В форме Ходить в шаббат Для этого С базой Уехал Чтобы шаббат Нормально Выглядеть Прилично Я подумал Не помешал бы Мне новый Костюм Пока Время Есть Забежал В торговый Центр Побежался По магазинам Увидел Идеально Красивейший Костюм Ну такой Средничок Понятно Недорогой Много День У солдатов Нет И Зашел В зал В зал Хороший Костюмчик Висел Просто Такой В общем Как я мечтал Ничего Вот это чудеса Да Я даже Больше Десяти минут На это все Не потратил Я его надел Он на меня Хорошо сидит Я заплатил Деньги Взял костюм Ушел Начался шаббат Я уже в гостях Красиво оделся Белая рубашечка Красивый костюм Все шикарно На утро Я просыпаюсь Собираюсь идти на молитву Натягиваю штаны И думаю Блин А я же покупал костюм Я даже на состав Не посмотрел С чего он состоит А на состав Не в смысле Там Шерны В смысле Ну типа шерсть Или вообще Пластмасса какая-то Да Ну какая-то Прометчивая покупка была Я думаю Интересно Что за состав Смотрю в состав И у меня глаза Левят на лоб Шерсти ли он В дешевом Заровском костюме И тут у меня Двойная проблема А штаны где взять А я в гостях У человека Который Разов в два Больше меня Мужчину Назри головы выше Разов в три Шире То есть Нету шансов Что у него Какие-то запасные Что ты где-то Лежаешь Я уже не помню Как я решил этот вопрос Ну это все было Очень убого И некрасиво Но что делать К чему этот весь рассказ Главное продолжение Прихожу я В воскресенье По дороге обратно На базу Захожу в этот же магазин И говорю Я хочу сдать Сдать костюм Прямо там Чеки Все дела Все эти Вирки Все при мне Даже не успел Ничего выкинуть Говорят В чем причина Сдачи костюма Он говорит Вам не подошел Я говорю Да нет Хорошо подошел Он говорит Плохо сидит Я говорю Да нет Идеально сидит Он говорит Может вас там Может брак где-то Я говорю Да нет Идеальный костюм Говорит А в чем причина сдачи Я говорю В Израильце происходит Я говорю Продавщица Молодая Толивическая девочка Я говорю Вот в составе Здесь шеф Телен Он смотрит на меня И что Я говорю Я говорю Ну у нас У нас В Торе Написано Что шерсть Сильно Носить запрещено Он говорит Серьезно Ну Про пробелы В знаниях Общего восприятия Торы Танаха Каких-то базисных знаний Юдаизма У израильских Школьников И дальше Того что из них Вырастает Это не секрет Есть серьезная Проблема с этим Но разговор не об этом В общем мне пришлось Объяснять На что Насколько это все Проблематично И что вообще Если к ним потом Придут религиозные люди Лучше сразу Предупреждать Чтобы потом Не надо было Никому ничего менять Ну в общем Говорим пополам Деньги мне не вернули Вернули Купите на этот чек В нашем магазине Была история Такая забавная история Но забавность Этой истории Эта история Приобрела Более забавности Спустя несколько лет Когда я был уже в Москве В Москве Есть небольшой магазинчик Раньше он был небольшой Где продаются Очень Ну такой он Очень специфический И там много разных Интересных вещей Не буду сейчас Говорить название Что бы не было рекламы Ну Zara Вы про рекламировали Можно выражать Не ну Zara Не нуждается в рекламе Это специфический магазин И мы с друзьями Пришли Пришли делать покупки туда Почему мы туда пришли Ну там Во-первых Продавали шляпы Да Такие шляпы Как мы носим Но только Еще круче Там были такие модели Которых Никогда Нигде Нельзя было найти Они продавали Еще там За полторы тысячи рублей Модели Барселина Которые стоят В Америке По 300 долларов И я Присматриваю Себе пиджачок Твидовый Такой Хороший Красивый Ко мне Подходит Продавщица И говорит А вам нельзя Пиджак носить В Москве Молодой парень Такой Знаете Кучерявый Такой Ну видно Неформального вида То что сейчас Называется Хипстерами Но тогда их Еще не было Я говорю Что значит Мне нельзя Типа Ты мне сейчас Будешь говорить Что мне можно Что мне нельзя Он говорит Не Не Ты состав Посмотри Он мне Говорит Я смотрю состав Состав И шерст зелен И вот такие глаза Откуда Ты знаешь Он говорит Ну Я же работаю С одеждой Мне интересно Я читаю Это и так далее Вот такая вот история В общем И правда Звучит крайне Нерационально Все крайне Абсурдно Даже я бы сказал Ну что Бог нам дал Такой запрет Бог нам дал Такую заповедь И это прослеживается В каждой из этих заповедей Например В запрете На смесь Молочного с мясным Вроде бы Совершенно Нерационально Но что Есть интересный момент Левачи и Скиреба В своей беседе В одной из бесед В одном из комментариев Обращать внимание На очень интересный момент У нас в Торе Запрет О Смеси Молочного с мясным Как мы уже сказали Повторяется Три раза Первый раз Следующий Первый Раз Когда Торе Упоминается Запрет на смесь Не находится Ну прям Прямым запретом Находится В главе Мишпатим Который Мы уже с вами Проходили Общий Посыл Главы Мишпатим Заключается В том Что Мишпатим Это как раз Те заповеди У которых есть Рационализм Это о том Что если человек Упал в тобой Выкопанную яму То ему должен Давать компенсацию Если твой быт Кого-то забодал То нужно платить По счетам Это заповеди Которые связаны С бизнесом С отношениями С другими людьми И вдруг Посреди этой Главы Воткнули Не варикозленка В молоке Его матери Она Прямо кричит Я здесь Не к месту Эта заповедь Что замечает Любачи Скереба Очень интересный момент Говорит Что из этого Можно Вынести урок Что даже В такой заповеди Как запресс На смешивание Молочного С мясным Тоже мы можем Извлекать Некие уроки Тоже мы можем Прослеживать Некую логику И сейчас Об этой логике Мы попытаемся Немножко поговорить На данный момент Вопросы есть? Нет? Все понятно? А у меня вот Коментарий Я еще раз Слушала Считала Перепресс Сидел Менее Частос По его Составности Чая А получается Что мы можем Купить? Получается Что можем Купить И правда Если мы Переходим К технической части Что немаловажно В наших занятиях То Во-первых Как я уже сказал Про дешевые костюмы Нечего беспокоиться Это про Те которые уже На порядок выше Но Если у человека Уже есть хороший костюм Я не уверен И как вы правильно сказали При маленьком соотношении Не обязаны Включать это В состав Не знаю Как в состав Правильно будет? Не обязаны Включать в состав Есть специальные люди Которые Которые Профессионализируются На том Чтобы Уметь найти Внутри костюма Вот эти Пшивки Из-за льна Самое интересное Они не везде будут Есть несколько Четких мест Куда Где они обычно Используются Это те места Которые должны Которые должны Держать форму То есть Чаще всего Плечи И там еще Где-то там На талии Ну в общем Люди Которые знают Где искать В Москве тоже Есть такой Такой человек Если кому интересно Можете обратиться Я дам контакт Ну в общем Тема не сложная Надо уметь Немножко Скальпелем Подрезать Но будьте готовы Что костюм Может быть До свидания Сакральный обид Не-не Ну штаны Если они Часть костюма То возможно И да Как из истории Я говорю Как из своей личной истории Да В штанах Был такой состав Но обычно Такого не бывает Чаще Чаще Нет чем Мы Есть такой Игральский анекдот Такой Циничный Суть этого анекдота В общем В каком-то смысле Высмеет Систему Систему Того Как Наши Еврейские Мудрецы Выводили Из Написанного В Торе То как Нам нужно жить Ну Например Давайте Проанализируем Запрет В Торе Написано Как Не вари Козленка В молоке Его Матери На сегодняшний день Как это у нас проявляется У нас У нас Два комплекта посуды У кого-то Два умывальника Мы ждем Шесть часов После мяса Ножи у нас отдельные Рестораны у нас отдельные Все у нас отдельное Это где Это все вложено В этот запрет Не вари Козленка В молоке Его Мать И есть такой анекдот Который Который Нам будет Неким ключом К тому К некому Такому Сложному Серьезному Моменту Где мы На Процессе Анализа Этой заповеди Попытаемся Разобраться У мудрецов Строится Эта цепочка Как они Выводят Технические Моменты Из того Что написано На вторе Такой интересный Мой Они говорят Что это так Бог говорит Моисею Моше Не вари Козленка В молоке Его матери На что Моисея говорит Это значит Что кушать нельзя Он говорит Нет Не вари Козленка В молоке Его матери Он говорит Это Пользоваться этим Нельзя Бог говорит Да нет Я с прямым текстом Говорю Не вари Козленка В молоке Его матери А Варить нельзя Это такой вот Анекдот Анекдот Это на самом деле придумали люди, которые, да, немножко глубже знакомы с законами молочно-восвязанным. И это все имеет место в том числе. Глобальным вопросом в следующем. Если запрет у нас озвучен в Торе, зачем его повторять три раза? Мы знаем, что в Торе ничего просто так нигде не написано. А тем более повторение цельных предложений слово в слово. Мудрецы, анализируя этот текст, приходят к простому выводу, что если идет повторение, это повторение нам должно что-то привнести. Привнести некое понимание, которого не было. В прошлый раз сказано. Соответственно, такое, что мудрецы видят нового повторения, они говорят о следующем. И правда, когда написано в Торе, не вари, козленка, мол, киев, матери, имеется в виду, что нельзя не только варить, но нельзя это кушать, и нельзя от этого получать какую-либо выгоду. давайте проанализируем теперь по полочкам варить. Нельзя ну, то есть, допустим, к чему это может прийти? Потому что, если человек работает поваром в некошерном ресторане, и даже он не кушает, если он будет варить, тут, может, важно не кошерное мясо, кошерное молоко, да, а варить это значит термообработка. Стоп, некошерное мясо с некошерным молоком можно? Это уже другой запрет. Тут нету запрета на молочные мясные. Речь идет о кошерных животных и о кошерном молоке. Теперь, если такой повар в Израиле, например, купили кошерное мясо, кошерное молоко, он готовит в некошерном ресторане. Такой человек нарушает прямой запрет Торы. Даже он не крошки во рту у него, честное слово, да, а все равно нарушает запрет История. Более того, можно еще интереснее пойти, можно еще дальше пойти. Какие-нибудь иерусалимские ортодоксальные бунтари. Слыхали новостях о таких? Да, забастовки устраивают, митинги и так далее. Ну, всякие маргиналы, да, что они делают для того, чтобы привлечь внимание, как они устраивают беспорядки. Палят, подпаливают покрышки и мусорники. Теперь, подпаливая мусорник. В котором у тебя есть? Мясные отходы. Отходы мясные, отходы молочные. Если это все вместе там жарится, все, нарушаешь запрет Историй. даже не преднамеренно. Ну, это если как бы продолжать ниточку дальше. Но это ладно, это нам неприемлемо, да, но мы должны понимать, что даже процесс термообработки, он будет проблематичен, да, такой же запрет Историй, как и, как и все остальные. Дальше. Нельзя кушать. Здесь все понятно. Да, вроде бы. Ну, кушать и кушать. Но дальше еще сложнее. Нельзя получать от этого никакой выгоды. А это может... А выгода, эта штука такая. Выгода же, она не обязательно финансовая. Ладно, мне нельзя продавать такое. У меня есть, не знаю, склад с такими вот молочно-мясными продуктами. отдать своему компаньону просто так. Продать, понятно, его нельзя. Отдать просто так тоже будет нельзя. Почему? Как вы думаете? Да потому, что такой жест щедрости это некое развитие в наших отношениях. Финансовую прибыль я от этого не получаю. я получаю другую прибыль. В следующем он мне будет что-то должен на психологическом уровне, на подсознательном. Да. И собаке нельзя давать. Более того, у тебя там как происходит, да, в деревне? здесь это осталось с обеда, то да, осталось завтрак, то да, тоже проблема. Если это все обдается еще кипятком, то все сварил. Теперь, если Бог это имел в виду, что нельзя не кушать, не получать выгоду, не мог написать один раз не вари, второй раз не кушай, третий раз не получает выгоду, Бог повторяет одну и ту же фразу три раза в вторе. откуда мудрецы это берут? И тут есть интересный нюанс. Дело в том, что написано не вари, это самая центральная часть предложения. Запрет, о котором говорит Тора и про кушать, и про иметь выгоду, ведется только о продуктах, которые прошли термообработку. то есть накрошить колбаску в окрошку колбаса уже сфальна. Окей. Взять ногу телячую и опустить ведро с молоком кушай на здоровье. Термообработки не было, Тора это не запрещает. Это уже запрещают мудрецы. Это мы дальше дойдем до этого. Но Тора буквой Торы это не запрещено. Мудрецы сделали ряд запретов, которые являются некой оградой, для того, чтобы человек не начал нарушать все основное. Но здесь, когда мы говорим, что нельзя кушать и нельзя получать выгоду, мы не говорим сейчас о запрете мудрецов. Мы говорим о прямом понимании смысла Торы, о букве Торы. не варим. Окей? Так, здесь, когда говорится три раза не вари, имеется ввиду, что сам процесс термообработки проблематичен. Дальше. Нельзя кушать что? То, что прошло процесс термообработки и нельзя получать выгоду от того, что прошло процесс термообработки. и поэтому Тора три раза повторяет о том, что нельзя именно варить. То есть, любая мутация, любой процесс, который связан с термообработкой, он нам делает все последующее запрещено. Но опять же, это нельзя варить вместе. Я сетворил отдельно, у меня сетворили отдельный противник молоко, там, подольше стояло. Потом все-то залило одну чашку, нету проблемы. Даже в холодном виде. Исходя из слов Тора, не проблема, мудрецы такое запретят. Дарабанан. Дарабанан уже запрещено. По Торе, нет. Мы, скушав такое блюдо, не нарушим запрет Торы. Нам нужен запрет мудрецов. И это не менее серьезно. Это имеет такой же статус, такую же важность. Потому что следовать словам мудрецов, это заповедь из Торы. Но при этом наказания точно уж будут разные, как минимум. Поэтому написано три раза не вари. Но у нас еще остается несколько частей непонятных. Давайте проверим вас. Что у нас еще остается непонятным? Запрет звучит как не вари козленка в молоке его мать. То есть не вари козлятину в молоке козлику козлику. О, речь идет о козленке. Давай с козленка начнем. Речь идет о козленке. Не вари козленка. Значит... что должен быть еще целый козленок? Если нет у головы, то это уже не козленок. Не, но он и безголовый козленок. То есть речь о чем идет? О, козленке. Что такое козленок? Молодой козел. Маленький. Или козочка. Или козочка. Маленький. он уже пожилой. Взрослый. И в молоке коровый. Вроде уже не проблема. Говядина. Вроде бы уже не проблема. Почему мы ограничиваемся? Почему мы не ограничиваемся козленком? В истории прямым текстом это написано. Еще курицу добавили. О, курицу добавили мудреце. Это как раз и птицу добавили мудреце. Это как раз из этих оград, про которые мы говорили. И рыбу тоже. Нет. Рыба вообще это не это другая тема. Что? Рыба это не запрет. Это предусоряжение. Говорится, что это опасность для жизни. Это Тория об этом ни слова не говорит. Это уже некие еврейские обычаи. Некие еврейские обычаи. И огурцы лучше с молоком не кушать. Так почему мы не ограничиваемся козленком? Но есть соображения. Кто умный? Кто читает книжки? Наверное, потому что там обобщаются животные. И животные не с каждым понятием. И да, и нет. Путь мысли правильный, но есть некий нюанс. Второе написано ЛО ТВШЛ ГДИ ГДИ переводится как Козленок. И на современном милите ГДИ как Козленок. Но проблематика заключается в следующем. Что будь мы более образованные люди и читаем ЭТОРу в оригинале вдоль и поперек, ну вы заметили некую закономерность. В Торе ни разу Козленок не называется просто ГДИ. А он называется ГДИ ЭЗИМ. То есть ГДИ это на самом деле ДЕТЁНЫШ. ДЕТЁНЫШ КОЗЫ. ДЕТЁНЫШ КОРОВЫ. ДЕТЁНЫШ ОВЦЫ. То есть ГДИ это ДЕТЁНЫШ это не Козленок. В разговорном милите уже принято воспринимать ГДИ как просто Козленок. То есть ЭТОР КОЗЕЛ А ГДИ КОЗЛЕНОЧЕК. А КОЗЛЕНОЧЕК. ДЕТЁНЫШ На самом деле ГДИ это ДЕТЁНЫШ. И тем самым этот запрет он распространяется на самом деле. Сорь у нас два раза упоминается такое. Не будем сейчас а то мы далеко уйдем. Нету такой формулировки чтобы КОЗЛЕНОЧЕК назывался просто ГДИ. Соответственно это распространяется на все виды кошерных животных. ДЕТЁНЫШ они все. Да, все детеныши. Речь только о кошерных животных. Да, о чистых. Те, которые потенциально кошерных животных. Теперь что у нас остается непонятного в этом предложении? МАТИНЫШ. 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 А в МОЛОКЕ СОСЕДКИ МОЖНО? К чему эта формулировка? Точнее она вроде бы однозначная. Она вроде бы однозначная. МАТИНЫШ. Да, но его матерь. То есть конкретно этого козленка вроде бы. Или даже если мы берем шире уже мы уже разъяснили это не только козлята. Его матерь. Ну хотя бы в виде в виде хотел бы выразиться в виде А в коровье можно в МОЛОКЕ козленка варить? Ну в суде житвой текст можно. Вроде бы в том и нужно. Почему Тора пишет и его козленка? Интересный момент. Тора очень часто не вдают подробности. Как мы можем заметить. Правда же? Если бы Тора вдавалась в подробности и нюансы каждой вещи то наша Тора у нас бы цикл был не на год а лет на 50. Но какие примеры приводит Тора? О чем говорит Тора? Объясняют наши мудрецы и Раша очень часто говорит, что Тора говорит о реальности. То есть о неких случаях ситуациях которые чаще всего скучали. И тут есть просто гениальный комментарий. мы сейчас живем в эпоху когда у нас есть пошел в магазин купил все что ты хочешь раньше где люди брали молоко? Пошли к человеку у которого или у себя пошли к человеку у которого есть козье молоко купили козьего молока а где мясо они брали? у него же соответственно в одном месте брали и молоко и мясо соответственно беря где-то козленка теленка ты там же берешь и молоко которое его матерь но тут интересная логическая цепочка у кого из вас молоко убегало? так там в Карлсине было, да? у всех когда-нибудь молоко убегало? ну про мужиков не знаю но мужики точно знают о том что молоко убегает как минимум тут не надо быть большим поваром почему очень часто молоко убегает расскажите а ставить чайник на плиту человек не отвлекается? отвлекается в чем разница между молоком и водой? и соответственно соответственно молоко быстрее закипает и выкипает а теперь как хозяйки попытайтесь себе представить сколько можно варить говядину не самую старую а баранину а даже просто козлятина еще тут теперь залей ты кастрюлю с водой ты потратишь на это уйму времени и вода все равно будет потихонечку выкипать поэтому нужно залить там на несколько сантиметров больше и так далее и так далее а в молоке что можно варить? в молоке если ты положишь говядину у тебя оно выкипит а говядина все равно будет непроваренной не готовой даже как-то она варится в воде а потом допустим допустим в молоке то есть что ты можешь успеть сварить в молоке? только нежнейшее мясо только нежнейшее мясо какое нежнейшее мясо быстрее стеуважает? мясо младенца мясо теленочка козленочка это единственное что можно успеть сварить в молоке никому в голову не придет в молоке варить все остальное потому что оно выкипет Тора говорит о реальной ситуации реальной ситуации где никому в голову не придет взрослый кусок старой говядины или даже просто свежей но говядины кидать кидать варить в молоке а что да придет в голову сварить молочного ягненка в молоке на то он и молочный почему он молочный? он еще питается молоком он еще питается молоком он еще он еще мягкий, он еще нежный. Только такое может сварить. Поэтому Тора говорила глобально, но привела ситуацию какую? Ситуацию рациональную, логическую, когда человек ему придет в голову, если в том месте, в единственном месте, где он это все покупает, он же не бегает по рынку. Он пришел, купил и мясо, и молоко. Это будет, скорее всего, будет молоко его матери. И варить он не будет взрослое мясо. Будет варить нежненькое мясо козленка. И поэтому, когда Тора говорит, мол, о матери, на самом деле Тора имеет в виду что? Имеет в виду любое мясо. Единственное, что приводит Тора как ситуацию, вещь, которая реально может случиться, случалась. до того, как появился запрет на такой процесс. И это та цепочка, которую выводят мудрецы от начала, от текста до конца. окей? Все сходится пока-нибудь. Ну, я рассказал все рационально, все сходится. А у них это все еще красивее сходилось, потому что я пересказчик так себе. Теперь, мудрецы это не придумали. Это не то, о чем мы говорим, что мы делаем некую ограду. Ограду они сделали на курицу, на птицу. Птицу мы с молочным не смешиваем. Почему? Потому что мясо птицы похоже на мясо животных. Похоже. Не стоит. Лучше огородиться. Мудрецы сделали ограду на что? На то, чтобы ждать шесть часов между мясным и молочным. Это не запрет истории. Да? Шесть часов это постановление мудрецов. Для чего? Это отдельная тема, почему именно шесть часов. Хотите? Да? Почему шесть? Интересно. У этого всего есть многие в Талмуде. В Талмуде рассказывается рассказ, что был некий мудрец, приводится его имя, я, к сожалению, не помню. И этот мудрец, он никогда в одной трапезе не кушал молочное с мясной. Если он кушал трапезу молочную, то в ней он не кушал мясо. Если он кушал трапезу мясной, то в ней он не кушал молочное. Да? То есть у него каждая трапеза была отдельно или молочная, или мясная. Теперь, с точки зрения еврейского закона, что такое трапеза? И даже на священном. Есть более четкие критерии. Например, в субботу, как мы начинаем трапезу? Шаббат. Начинаем с хлеба. Есть кедушка в преддверии. Трапеза начинается с того, что мы берем в руки халы. Трапеза это некий цельный прием пищи с хлебом. И ты начинаешь с хлеба и заканчиваешь благословением после хлеба. Такой период. Теперь, из этого выходит что? Можно помыть руки на хлеб. Сказать благословение на хлебочек. Отломить. Покушать тебе там сырок. Прочитать Беркат Амазон. Или мясо покушать. Прочитать молитву после еды Беркат Амазон. Помыть заново ручки. Взять опять съесть хлебушка. И скушать противоположное. И скушать противоположное. Откуда взяли 6 часов. Типа в Талмуде про 6 часов ни слова. Можно сказать, что мясо не переваривает. Можно сказать, что мясо не переваривается. А тогда встречный вопрос. А молоко переваривается? А исходя из есть мнения, по которым кто-то говорит, что надо час после молочного ждать. Кто-то говорит, что полчаса. Кто-то говорит, что вообще можно роскостить. А как же молочка переваривается? Ну, с делом не переваривается. Есть другие объяснения, которые говорят о том, что проблема в мясе заключается в том, что мясо имеет некий жир. Этот жир у тебя остается в полости рта и он долго выходит. По другому мнению проблема в том, что мясо свойственно застревать между зубами. С молочкой такого не происходит. Но опять же, 6 часов откуда все это? И тут мы смотрим, этот пассаж из Талмуда комментирует Рамбан. Он говорит, что значит между трапезами, между трапезой и трапезой, не в одной трапезе, он говорит, это примерно 6 часов. Откуда Рамбан берет вот эту информацию? Завтра обеду уже готовность. Дверь так изложен в день. Хорошо вас нет. Окей, а теперь делаем простой математический расчет. У Рамбана был некий подход к правильному образу жизни. Рамбан советует людям спать знаете сколько часов? 6-7 часов. Сколько остается на активную часть дня? 18. Разделите их на три приема пищи. в обычный день считается уже не по нему считается обеда и ужина вопрос объем этого процесса. по-простому этот человек он не перехватывал там где-то бутерброды на ходу. Он как человек который жил по расписанию любой успешный человек он живет по расписанию утром он завтракал приходило время обеда примерно 6 часов поэтому Рамбан пишет примерно 6 часов дальше между обедом и ужином тоже примерно 6 часов Рамбан не хватается за деталь но первый источник который говорит примерная разница между приемом это про 6 часов после мяса не после молочного в общем из того что мы сказали про то как модельцы выводят этот закон как они видят этот закон в тексте логически все укладывается вопрос 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 понятно зачем три раза чтобы это распространялось так же не только на термообработку но на приятие пищи прием пищи и запрет на получение какой-либо пользы от этого да 6 часов это постановление мудрецов это не запрет истории поэтому как любое постановление мудрецов кто-то где-то будет идти по разным мнениям кто-то будет оставить давай мы этот вопрос оставим на вторую часть нашего занятия он поднимет соответственно почему не только козленок да потому что не о козленке речь речь о любом маленьком о любом маленьком а глупый вопрос когда можно задавать всегда вы скажете когда можно прямо сейчас вот чтобы картина была полностью ясна у меня не хватает одного элемента если этот запрет распространяется на маленьких детенышей козленка там ежонка я не знаю он распространяется на все мы сказали почему мы упомянули про детеныша на любого детеныша его чаще всего будут варить в молоке тогда это понятно тогда это гуманно как бы вот хочется варить в молоке это делается быстро не нарушает технологический процесс и так далее молоко не успеет карамелизоваться все получится окей гуманно защищаем детей да не варить мясо в принципе потому что это не получится сварить потому что ну из этого ничего не получится это тоже логично как бы вот ну не делайте потому что результат будет ноль у вас все сгорит и так далее спасет мясо спасет молоко спасет наш желудок ответ на этот вопрос будет после перехода будет окей выходим на короткий перерыв мы продолжаем начну с некого вступления история которую мы уже как-то рассказываем которую я уже как-то рассказывал на одном из занятий но в данном контексте она обретет немножко новый новый смысл история это о том как Моше Моисей поднимается на гору Сина для того чтобы получить у Бога Тору Бог ему говорит я еще не закончил сейчас вот вот последние стрижки на самом деле не стрижки а что заканчивает Бог Бог наводит на тексте Торы на словах Торы над буковками ставит такие коронки помните мы говорили называются коронками ну такие вроде бы для красоты да такие украшения Бога такие завиточки теперь Моше спрашивает Бога вопрос он говорит эту Тору еще никто даже в глаза не видел никто ее никогда не учил никто не видел эти слова еще ни разу зачем сейчас наводить марафет над чем-то что еще в принципе не актуально да ведь в конце концов зачем украшать что-то что еще никто не увидит вот еще Тора которая не дана на что Бог говорит Моше смотри и показывает ему такой фильм да фильм о будущем показывает что будет происходить спустя тысячу лет показывает он дом учения Раби Акива где Раби Акива вместе с своими учениками преподает он своим ученикам преподает какой-то раздел истории и Раби Акива из каждого завиточка который есть над буквами он изучает множество законов он видит в каждом что неспроста есть эти завиточки над буквами он видит в этом грандиозный смысл который скрыт в этом и дальше ситуация такая до этого эту историю я уже рассказывал до этого момента потому что Моше спросил Бога тогда почему-то не Раби Акиве даешь Тору раз он такой умный а мне человеку который в этих завитушках вообще ничего не понимает но продолжение истории она в следующем эта история еще и с концов один из учеников Раби Акиве задает ему встречный вопрос по какой-то теме он говорит а почему тогда ты учитель нас учишь что закон он такой если в тексте можно найти намек на то что закон должен быть другим в какой-то области на что отвечает Раби Акиве этот закон мы знаем потому что он передается от Моше с момента Синайского откровения на еврейте это называется Ис Синай да Торат Моше Мис Синай теперь тут Моше видит всю эту картину и получается что что все эти нюансы которые знает Раби Акива в будущем ретроспективно это все те вещи которые передает Моше еврейскому народу и которые из поколения в поколение будут переходить как устное предание о том какой закон тот Рамбам у него есть очень интересный отдельный труд который называется введение в Мишну вступление в Мишну рассказывает о цепочке передачи информации от Моше и дальше цепочка работала следующим образом Моше получил две Торы Моше получил письменную Тору информацию которую он вследствие сразу зафиксировал и она точно такая же как у нас стоит в шкафу свиток Торы один в один а вместе с ней он получил еще блок устной информации который он передавал передал евреям и они из поколения в поколение передавали этот устный блок информации соответственно что мы из этого видим что когда нам здесь мудрецы говорят о том что вот эта фраза не вари козленка не знаю на какое русское слово правильно это заменить в молоке его матери то что под это подпадает запрет не только на козленка то что под это подпадает запрет не только под его мать то что под это подпадает запрет также есть и получать наслаждение информация которая передается еще синая устно через все поколения то есть другими словами то откуда мы знаем почему например заповедь филина да филин какой у нас как выглядит филин черные квадратные коробочки сделанные из кожи то что филин должен быть черным в Торе не написано филин должен быть квадратным в тексте Торы тоже нет что же есть написано и повяжите их и будут они знаком у них там были другие но какой что нужно повязывать как он должна выглядеть это информация которая устно передается из поколения в поколение отдельный вопрос почему она передавалась устно а не письменно на это есть интересный уже не у рамбама интересный комментарий который говорит о том что это некий тайный что это за тайный код Богу наперед было известно о том что придут люди и начнут плагиатить нашу Тору менять ней что-то переписывать делать из нее что-то свое поэтому всегда устно передавался блок информации которым обладали обладал только наш народ и как бы Тору не меняли этот устный блок он всегда шел вместе с евреем такое как вот секретное слово которым обладает только узкий круг людей так же и эти знания устной Торы они и передавались устно именно поэтому именно поэтому они не фиксировали отдельная тема почему они потом были зафиксированы но об этом не сейчас так что выходит выходит что все что мы сейчас рассказали о запрете молочного смесли это информация которая передается еще с синалью единственное что почему мы тогда это так в тексте ищем и видим почему мудрецы видят это из каждого слова и выстраивают логическую цепочку по простому ответ заключается в том что у мудрецов был такой вид спорта вся информация которой они обладали устная информация они стремились к тому чтобы найти эту информацию в тексте намек какое-то указание на что бы это все было в тексте на что то находили на что то не находили но блок информации не менялся то есть вне зависимости от того есть этому подтверждение намек в тексте или нет все равно остается эта информация неизменна и как доказательство этому мы видим красивейшую вещь нету ни одной еврейской общины на протяжении всех веков ни у кого не было вопроса о том что тфилин должен быть круглый а не квадратный ни у кого не было вопроса о том что тфилин должен быть не черный а зеленый Тора говорит что на праздник нам надо взять плод цитрусовый плод при этсадар что это почему это почему это и трога не помела помела дешевле теперь нет ни одной еврейской общины в которой бы кто-то пришел с помелой на молитву в сухон почему именно и трог откуда это взял та информация которая сообщила Маше какой это фрукт а вот такой вот показали вот такой фрукт надо брать из поколения в поколение передается что-то именно такое и мы видим что да как это анекдот про а в эту синагогу я не ногой знаете когда на необитаемый остров упал еврей думал что он необитаемый а на самом деле встретил другого еврея он говорит ну вот здесь у нас пойдем в синагогу на шаббат он говорит он смотрит а зачем две синагоги он говорит в это я молюсь а в это я не да у евреев на все есть спор на все есть расхождение то же самое что мы уже обсуждали ждать после молочного полчаса час это все крутится вокруг постановлений мудрецов но вокруг вот этого тела вокруг базиса заповеди ни у кого не возникает спор это доказательство того что это вкусная информация переходила из поколения в поколение мы не можем чтобы не спорить но раз это во всем еврейском народе так четко зафиксировано что нет ни одного человека который бы ставил эту информацию под сомнение говорит о том что она передавалась из поколения в поколение цепочкой и это и это уже объяснение того что мы сейчас находили здесь стихи о своем мясном и молочном подводим небольшой итог по мясному и молочному вопрос есть вроде все складывается информация от Муше со времен Синайского откровения есть намек в тексте также для нее но это не основная причина а в народе известно передается с поколения в поколение как именно запрещено смешивать мясное с молочным но у нас остается вопрос который мы начали занятие а в чем концептуально проблематика смешивания двух пригодных вещей и как результат появляется одна непригодная где здесь логика почему Богу это так проблематично что он это запрещает вопрос остается рациональный остается не закрытым почему то мешает смешивать животных ткань молочные осместные да у нас три запрета один за другим осместным и кроме того если мы про смесь молочного с мясным как-то объяснили то у нас вне этого остался запрет на смесь шерти сольном зафеивание грады можно пойти по одному интересному направлению рамбан объясняет что причина давайте еще на шаг назад вернемся смесь молочного с мясным накроется в чем в том что это крайне зверско и морально неправильно это жестоко когда ты варишь детеныша в молоке его матери в том с чего он должен был получать свою жизнь тем ты его и убиваешь проблематика запрета молочного смесным как объясняет рамбан это жестоко интересно что есть такая книга называется Сафарахинок она есть в переводе на русский язык там объясняется причина запрета причина которая объясняется по поводу запрета быка и осла запрягать вместе в одну упряжку или как это называется понятно да запрет который ведется речь он заключается в том что животные по своей природе им не свойственно находиться вместе с другим видом заставляя силой животное вместе пахать вместе пахать под одним ермом ты причиняешь животному боль и страдать если мы посмотрим на животных которые человек не выдрессировал на которые человек не власть животные которые бегают стадо одних бежит стадо других они не мешают друг с другом нету животных причина в месте развлекания да 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 закон говорит о том что нельзя делать смеси как в растениях как в плодах разного вида не обязательно что мы здесь виноград тут важно что это разные виды не животных разных видов нельзя смешивать тоже нельзя вот например совместить апельсин с с лимоном одно семейство да цитрусовая в этом нет запрета это одно семейство он там укрепляет там рост от себя кто разбирается в этой теме известно да как там цитрусовые что с чем смешивает и что получается а вот совместить цитрусовое с орехом всё Это уже проблемно. Но сегодня генетика дошла до того, что ничего не случилось. Ну, в общем, общая нить, которая идет между этим всем, что общий посыл, он такой, что Тора очень заботится о том, чтобы не причинять животным никакой боли и страдания. Есть известная история про Моисея. Почему Бог выбрал Моше? Как Бог увидел, что Моше он подобающий лидер? Он заедался? Ну, кроме всего. Моше был пастухом, у него убежал козленок. Он побежал за ним, не мог его догнать. Да, маленький козленок убежал. Он бежал за ним, бежал, увидел, что козленок забежал до водоема и с жаждой начал пить воду. Моше увидел, что не просто убежал от него, потому что он резвился, он просто хотел пить. Моше стало так жалко этого козленка, что он бедный, несчастный, только бежал для того, чтобы попить. Он над ним жалился и говорит, я тебя донесу на руках обратно. Он донес козленка обратно в стадо, на руках. Говорит, Бог увидел, что Моше так относится к своему стаду. Он говорит, ты будешь приемлющим руководителем юридского народа. История настолько подчеркивает это особое отношение к животным и выделяет, что крайне негуманно и жестоко варить в матери козленке. Теперь, а что тогда не с матерью, а не с козленком? Но весь этот процесс варки мяса в молоке, он напоминает эту жестокость. Поэтому глобально Рамбан считает, что основная причина, она как раз, крытая причина, она и есть то, что запрет, он как раз на вот эту жестокость. Да и то же самое с ослом и быком. Есть еще несколько причин про осла и быка. В чем разница между ослом и быком? Бых сильнее. О, бык сильнее. У них разный темп. Представляете, ослу надо будет тащиться не своим темпом, а темпом быка. Они не смогут просто функционировать вместе. Или осел будет тормозить быка, или наоборот. Но, скорее всего, я думаю, бык совладает с ослом. Есть другая причина. Бык у нас жвачное животное, а осел нет. Осел не кошерный. Их покормили вместе в одно время. Осел покушал, проглотил. Бык покушал, но не проглотил. Дальше у него обратно процесс приема пищи повторяется. Осел смотрит на него, тоже жрать хочет. Он-то не понимает своими ослиными мозгами, что прием пищи у всех был по расписанию. То есть это реальное издевательство одного на другом. И это такая общая нить. Но глобально это не отвечает на вопрос, почему нельзя соединять шеер с сольном. И почему нельзя засеивать на винограднике пшеницу. Более того, запреты не только засеивать. Как не засеивать? Нельзя этими плодами будет пользоваться. Ни виноградом, ни пшеницей, которая вырастет. Ничем. Это крайне важный запрет. Крайне строгий запрет. Даже плоды, плодами этими нельзя пользоваться. Даже сорта нельзя? У одного семейства. Это да, можно совмещать. Но разные сорта запрещены. А вот в крайнем плане можно поймать плодами и продажными? На шатнец проблем запрет на ношение. Можешь на нем укрываться, на нем лежать. Это не проблема. Проблема именно в ношении. Но каждый свой нюанс. Но в чем комплектуальная проблема Торы? Совмещать эти вещи. Ведь каждая из них, она довольна самостоятельно. А это вопрос? Да. А можно я скромное предположение сделаю? Может быть, весь смысл селективности, чтобы не нарушать такое вот единородство? Чтобы виноград был виноградом, чтобы ткань была тканью, чтобы, не дай бог, не смешались животные, не получилось какое-то там козлобыце и так далее. И может быть, это предостережение к тому, что если мы будем мешать это с этим, это с этим, какой-то возникнет хаос, и потом еврейская кровь тоже размоется и размешается. А у нас еще другой вопрос. Давайте я отвечу. Это было бы все красиво, но тогда нам бы нельзя было мешать хлопок со льном, шерсть с... ну давайте, помогите мне с чем. Еще с чем-нибудь. Шелком. Шелком, да. А тут конкретно. Шерсть. Шелком, да. Шелком. Ну понимаю, то есть не про все семейства тогда это говорится. Ну вот, например, вы говорили лимон и цитрусовые, там это, например, ну можно там ашкеназы с сефардами. нормально а не спрашивайте фикарда это нормально вопрос тоже потому что говорят, что со временем сорт истощается то есть его обязательно нужно обновлять вот виноград может Плуисто уже знает у него что виноградец но сейчас я им переведу вот он истощается обязательно нужно добавлять что-то какой-то другой сорт либо сельное три сорта это помогает это нужно это нужно ну по крайней мере с точки зрения агрономии и поэтому цитрусовы смешивают виноград и так далее Тора тебя не обязывает это делать но это и не запрещено на самом деле ответ скрывается в следующем рассказе и доска вошла в следующем рассказе был один был один был один еврей чем евреи занимались в 200 лет назад как они жили нет они снимали какую-то корчму у пана теперь платили аренду за нее из своего этого ну и то что оставалось там на это жили теперь как можно догадаться были более успешные периоды были менее успешные периоды а аренду надо платить вовремя не заплатишь аренду вовремя будет неприятно и был то по евреи был очень тяжелый год и год тяжелый был у всех к нему пришли эти там все кто его постояльцы корчмы там напили накушали никто не заплатил никого нет денег тяжелый год теперь у него все кончилось денег нет платить аренду нечего к чем идти к хозяину и он решает посоветоваться с Рэбом в Польше он идет к одному Рэбе рассказывает ему всю ситуацию Рэбе его спрашивает вопрос скажи мне а если ты придешь сейчас к этому пану к хозяину и скажешь типа ну нет денег какое разбитие событий будет очень простое у него значит над его этим диваном висит плетка он ее снимет меня в кашу до крови изобьет и все он ему говорит тогда не иди к нему это он совет который ему дает да ну раз он его изобьет значит не надо к нему идти он возвращается домой продолжает думать не пойду я к нему он придет ко мне за деньгами типа и чего какое решение проблем я говорю что надо пойти к другому Рэбе посоветоваться он приходит к другому Рэбе за советом Рэбе спросит а что будет когда ты к нему придешь и скажешь что нет 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 он говорит он снимет плеть со стены и забьет меня в кровь он говорит а типа ты останешься живой он говорит ну останусь он говорит рано заживу заживу он говорит ну иди тогда ну побью тебя побью не умрешь же ну приходит к этому пану говорит денег нет год тяжелый тот берет плеть начинает его в кашле убивать у него кровь течет со всех сторон вдруг пан останавливается и говорит слушай да что ж я как не человек у всех сейчас тяжелое время я знаю что ни одно из моих там этих пометий ни одно не принесло доходов на протяжении двадцати лет мы с тобой сотрудничаем ты мне всегда по расписанию приносил деньги ты честный человек у нас с тобой хорошее отношение он говорит что как бы я хочу войти я войду в твое положение ну когда он уже там в крови лежит да как я войду в твое положение и я тебе я тебе списываю этот годовой долг и на следующий год ты еще можешь пользоваться бесплатно для того чтобы стать мамой ну такой бизнес жилка у него тоже был он понимал что если он его сейчас убьет то все равно денег у нас этого не уйдет то есть он ему и долг простил и еще он из этого выиграл что он дал ему возможность стать мамой он возвращается к Ребе последнему с которым он советовался и говорит слушай спасибо за совет и правда все вышло лучшим образом и по мне и долг списали и на будущее мне дали какой-то какой-то это ну что Ребе говорит слушай если ты думаешь что тот первый Ребе к которому ты пошел он не знал о том что история так закончится ты глубоко ошибаешься просто он был настолько добрейшей души человек по своей природе был само добром он не мог у него у него он из уст не мог выговорить слова типа иди пусть тебя побьют у него в голове не укладывалось что еврея кто-то будет видеть он знал что будет такое развитие но что он просто сказать не мог я по своей природе это человек строгий в журт побьют тебя ну побьют зато деньги будут к чему эта история потому что все наше мироздание если потихонечку мы начинаем отвечать на наш вопрос по поводу смешивания это уже некий такой каббалистический ответ основан на хачистских комментариях все наше мироздание оно было создано двумя качествами милосердием и строгостью все в нашем мире несет в себе или принимает или одну сторону или другую то что называется на еврейке хесов и гвура хесов это милосердие гвура это строгость и гвура теперь давайте анализировать наши запреты у нас есть запрет мясного с молочным молоко какого цвета белого каббала объясняет что белый это цвет милосердия цвет милосердия мясо у нас какого цвета красный красный это цвет строгости не черный красный мы всегда привыкли сопоставлять бело-черный с точки зрения каббалы красный это цвет строгости молоко какое покажите жидкость течет течет с высокого места спускается вниз то есть это некая подача к тебе да мясо по своей консистенции оно какое оно твердое и поэтому молоко хесов милосердия по природе создавать мясо наоборот это строгость жесткость рамки пока не понятно? входит ко всем по неким внутренним составляющим дальше у нас есть бык бык сама строгая правильно? агрессивный резкий и заодно можно заодно можно заодно можно это заодно можно на какую тряпку бык реагировал? на красную на красную ну это так между прочим отел в свою очередь он спокойный он умиротворенный вывести осла крайне сложно вовсе не очень активно это некие свойства качества хешеля да спокойствие что у нас еще есть? шерсть шерсть или он? что куда? шерсть колючая нет шерсть она в дура идет а ален идет в хешет почему? потому что это животное это мясо это красный цвет это это не мясо это же волосы шерсть кто-то чистый лед видел вас куда-то? он желтый какого он цвета? он серого желтого коричневатый оттенок больше красного цвета на что шерсть по своей природе когда ее вымывают это она становится белоснежной написано в писании что когда ваши грехи ваши грехи я как снег и как шерсть обвели то есть шерсть она всегда сопровождается вместе с белым лед в свою очередь это город но она же шерсть все равно происходит от животного в смысле а они все так однозначно они все же не все животные они в город оселы тоже животные при этом у каждого своя к чему я вообще все это веду да к чему это веду что у каждого мироздания есть свое заданное направление интересное интересное митраж рассказывает о том что первый первый страшный грех который произошел человеческий грех который произошел мироздание между человеком и человеком это что было первое убийство кто кого убил митраж митраж рассказывает в чем была причина их стычки написано что они оба хотели принести богу жертвы вообще их конфликт был на ревизионной почве да есть на самом деле три митража которые это красиво красиво разводят один из-за на ревизионной почве другой из-за женщин третья еще из-за я не помню сейчас окей написано что каин принес жертву богу из растений а эвэй принес жертву богу и живу какое растение принес сейчас богу и растения и плоды зерна зерна а кого принес соответственно какое животное было принесено а кто будет хорошо шерсть или соответственно с каменом сюда напряжение сюда а и богу что из этого получилось что первая конфликтная ситуация которая была в мире она была из-за чего это был конфликт между хэпинами его конфликт между каинами конфликт между милосердием и строгостью когда эти две вещи они соединяются вместе насильно знаете что происходит ничего не происходит ничего хорошего в лучшем случае а в худшем вообще ничего точнее наоборот что откуда мы это простой вопрос человек перед сном что будет употреблять я сейчас мне пора указать мясо или молоко молоко свойство молока перед сном почему человек успокаивает мясо в свою очередь добавлять силы энергии теперь перед сном человек как бы стейк не будет кушать ну если он заботится по крайней мере о своем физическом состоянии у них разное предназначение как даже так у продуктов они несут в себе разный функционал когда мы смешиваем мясо с молоком в духовном аспекте что происходит взрыв или просто ничего точно будут утрачены и это и это если мы сделаем блюдо из мяса с молоком оно нас не успокоит и сил нам не передать потому что будет некий диссонар который будет подавлять те сильные стороны которые есть у них обеих и это то как существует наш мир мы видим на примере наших запретов что у каждого свой функционал и когда мы насильно их совмещаем как минимум будут утеряны те качества ради которых это все было с точки зрения и поэтому возвращаясь к классическим комментариям о том же хинухе который мы упоминали после осла и быка он приводит интересное завершение комментариев он говорит нельзя назначать на активные должности на в одну компанию там или в один на один цех или в какой-то в один офис людей противоположного характера потому что эти люди будут страдать ты не можешь назначить человека которому нужна тишина вместе с человеком который привык кричать чтобы они вместе делали дело они не смогут его делать вместе один будет мешать другому и людям это будет доставлять дискомфорт и никакого хорошего вывода из этого всего не получится если мы это видим у животных которых там мозгов то не особо то у нас у мыслящих людей точно так же это все работает и это все разница между хэсселем и его да что у каждого есть свое направление я когда опять про свою армейскую службу уже на прощание у меня был последний период в армии я попал на кухню ко мне подошел один из паворов и говорит ты здесь долго не задерживайся от чего он говорит а ты орать не можешь на кухне надо орать молчаливый человек на этой должности не сработает с коллективом почему потому что или все орут или все молчат смеси не получится если ты будешь молчать никто не сможет с тобой контактировать потому что если ты хочешь чтобы тебя услышали тебе нужно кричать через орущее радио через работающие миксеры там через все через весь этот шут и тут в этом вся проблематика поэтому торе тора так подчеркивает что есть вещи которые нельзя смешивать потому что насильно смешивая их теряет функционал и первая вещь и вторая но есть такая вещь которая называется и вторая это третья и вторая и вторая и вторая является неким симбионом ходом некая серединка некое идеальное совмещение двух этих противоположных теперь а как оно как может быть какое-либо идеальное совмещение если мы говорим что это вещи несовместимы а тут очень важный урок и на этом мы завершим наше занятие это важнейший урок который мы можем вынести из этого из этой истории когда один пытается подавить другого или на другого тогда все теряют свой сил но только теперь это не подавление другого это значит что один может чему-то научиться у второго человек не может как личность вырасти в какой-либо окружении компании где его просто подавляют где ему говорят что ты должен быть таким же как фарман почему потому что когда соединяется противоположности давится и личность человека и фарман теряет свой смысл то есть когда есть некое общество которое диктует тебе быть такими же как они из этого ничего хорошего не будет и это есть вот эти вот киллайн это совмещение одного с другом идеальное общество в котором да должен стремиться быть человеком это когда один может научиться чему-то у другого не когда его подстанок одинаковых всех делает а когда он остается при своей природе при своих качествах внутренних при своих каких-то при своем мире но при этом он еще обогащается тем другим что противоположное ему и это идеально общество и это выбор это наш выбор по жизни к какому из общества мы хотим хотим примыкать и более остро стоит этот вопрос когда уже есть дети в какой компании ребенок находится с кем он общается но это ни в коем случае не меньше у нас по жизни вопрос коллектив он будет делать из себя такое уже как они или наоборот он будет тебя обогащать и это есть эффект когда идет обогащение от противоположных поэтому когда мы читаем например Сираса Омар одна из заповедей мы там говорим что сегодня совмещение в качестве милосердия и строгости это теперь не значит что они слились воедино это значит что милосердие оно принимает какие-то рамки например ну а теперь я не разбрасываю с деньгами а у меня мои пожертвования они идут четко по по какой-то схеме да по четким местам расходятся это значит что свое милосердие я ограничиваю неким конструктивом а не просто всем подряд раздаю деньги например это есть этот урок который мы можем измельчить из этой идеи почему Торе так принципиально и Тора запрещает смешивать насильно вот эти вещи потому что это всего лишь несколько примеров противоположностей о которых конкретно я говорю о в мироздании все такое все в мироздании у него преобладает либо милосердие либо строгость и поэтому иначе бы мир не существовал написано что Всевышний хотел создать мир только милосердием и получил Сахал тогда Всевышний привлек качество милосердия еще качество строгости тогда в мире стал порядок в мире имеется ввиду глобальный а вообще во всей Вселенной так что наш мир это 2.0 как говорится это уже исправленная исправленная версия первый вариант не увенчался успехом можно вопрос я сейчас говорю тут нужно сделать важное замечание так как это каббалистические термины о мире мы не говорим как о физическом шарике на котором мы живем а миры это имеется ввиду слово духовный не объясняет всю глубину смысла миры это значит что до этого кроме Бога во Вселенной ничего не существовало Бог решил что что-то будет существовать ничего не существовало вообще ничего не было Бог он безграничный вне рамок времени вне рамок места а когда не было ни места ни времени и рамок этих не было ну это отдельная глубокая тема философская поэтому я очень редко пользуюсь такими терминами потому что они чаще вводят в заблуждение чем объясняют да нельзя только шерсть со льном поэтому приятного аппетита хорошо одевайтесь а вот как салит а почему он белый то по Продолжение следует...